идет эта конференция, настройка конференции для Facebook Live, но иногда в этот момент уже транслируется, поэтому так смешно бывает, когда спикер что-то там творит, а уже Facebook транслирует, а спикер даже не знает, что уже Facebook это транслирует. Так, есть эфир, есть уже даже три зрителя. Ой, как хорошо. Добрый-добрый вечер, друзья. Мы с вами сегодня посвятим один час, может быть, чуть-чуть меньше, своему здоровью именно очистке. И я очень рада, потому что у меня сегодня замечательный спикер, мега просто профессионал, это прекрасный доктор, доктор и антиэйдж медицины. И также, может, сейчас еще не все перечислю, но есть, точно знаю, что два ордена у этого замечательного доктора. Это Шеремет Елена Валерьевна, правильно? Валерьевна? Да. Валерьевна, замечательно. Да, наверное. Хорошо. В этом году мой медицинский стаж составляет 25 лет, врачебный только, врачебный. А общий медицинский стаж, я в медицине с 85-го года. Так что уже у меня очень солидный медицинский стаж. И, конечно же, добрый вечер, дорогие друзья. А то мы так с корабля на бал влетели, и даже я не поздоровалась. Да, занятие антиэйдж медициной играет свою положительную роль. И, конечно же, воплощаю в жизнь все вот эти программы, которые знаю, которые есть. И поэтому позволяет, скажем, сохранять свое здоровье, улучшать его. И надо сказать, что я даже сейчас чувствую себя лучше, чем я чувствовала даже 4 года назад. Так что все возможно. Я просто хочу сказать для уважаемых участников нашей встречи, что вот этот час, который вы инвестируете в свое здоровье, оно вам вернется просто десятилетиями хорошей, счастливой, спокойной, такой благостной жизни. Поэтому вот отложите все. Знаете, вот что я отложила сейчас на этот час? Я отложила день рождения своей 8-летней дочери. Понимаете, приоритеты, да? Я не говорю, что мне интернет важнее, чем ребенок. Я посвятила ребенку сегодня целый день, еще завтра мы будем продолжать. Но я понимаю, что сегодня понедельник, и люди знают, что в понедельник в 8 вечера у нас будет встреча, которая посвящается здоровью. Есть люди, которые смотрят меня уже 3-4 года. И я хочу, чтобы вы точно так же нашли 1 час времени для того, чтобы вся ваша семья была здоровой, счастливой. Потому что кто-то из участников, кто слушает, будет просто вестником хороших дел в семье для того, чтобы потом посеять правильные привычки. И буквально в двух словах, зачем мы решили посвятить этот вечер детоксу? Почему именно сегодня? Почему именно вот сейчас? Вы просто сделайте репост сейчас на свою страничку. Пускай ваше окружение тоже оздоравливается вместе с вами. А пока вы делаете репост, я озвучу. Если вы хоть раз видели сад или огород, и вот пришла весна, что делают все садоводы? Они убирают лишние листики, сгнившие плоды. Они убирают землю, потому что новый урожай очень зависит качество растения и урожая от того, какая будет степень чистоты в саду. И, конечно же, удобряют свой сад, свою землю для того, чтобы и цветы имели силу отцвести, чтобы имели отплодоносить деревья тоже свою силу. И, конечно же, тот хозяин, который удобряет токсическими веществами, тот в результате не имеет даже когда порадоваться этому. Он начинает болеть, потому что все в жизни взаимосвязано. Ну а тот, кто удобряет натуральным, кто заботится естественным путем, тот и радуется саду, и сад радуется своему хозяину. Поэтому мы сегодня будем проводить разные аналогии. И я очень рада, что у Елены Валерьевны есть для вас очень много полезной и ценной информации. Да, на сегодняшний день на дворе стоит весна, и только, наверное, ленивый не говорит о детокс-программах. Так вот, хочется начать, конечно, немножечко, наверное, с печального, потому что мы должны понять, что такое детокс, как он правильно проводится, для чего это вообще нужно, и как мы можем помочь своему организму. Так вот, у нас орган, в котором происходит основная детоксикация, это наша печень. Это фабрика по обезвреживанию токсинов, которые поступают нам из них. А на сегодняшний день, к сожалению, применяется около 80 тысяч химикатов различных, 50 тысяч из которых применяются в последние не более 50 лет. То есть эти вещества еще даже достаточно не изучены в долгосрочном влиянии на человека, и то, как это отразится на нашем потоке. Что же мы получаем каждодневно? Вот смотрите, мы все сталкиваемся с пластиковыми упаковками, с бутылки, пищевая пленка, рукава для запекания и так далее. Что они могут содержать? Есть такое вещество, называется бисфенол-Эй. Изначально вот это вещество было придумано для того, как синтетический гормон эстроген. Затем оно не оправдало себя в качестве гормона, но это вещество оказалось самым прекрасным пластификатором. И на сегодняшний день любой пластик, который бы мы не взяли в руку, содержит бисфенол-Эй. И частицы его, когда мы пьем из пластиковых стаканчиков, особенно это касается чая из одноразовых вот этих пластиковых стаканчиков, чтобы мы не брали пластиковое, то есть мы получаем частицы вот этого бисфенола-Эй в свой организм. Более того, любая пленка, пленка, не пленка, а вот эти вот рулоны-чеки, которые мы берем в руки, пусть там малое количество, но все же оно попадает в наш организм. Любые медицинские предметы, потом вот эти дезинфекторы, там химические соединения, то же самое они содержат вот эти токсические вещества. Далее, фталаты, то же самое, весь пластик содержит фталаты, тоже попадает к нам в организм. Далее, ну не буду уже осложнять там терминами химическими специальными нашу сегодняшнюю встречу, но поверьте, что те пестициды, которые применяются на сегодняшний день, они идут в грунт, они идут в растения, мы потом употребляем ту же там морковь, свеклу там и так далее, все любые растения и тоже они попадают вот эти вещества внутрь. Даже красивый газон, который мы видим, ни один красивый газон, он не обходится без того, чтобы его щедро не удобряли какими-то химикатами, чтобы не росли там бурьяны. И если не у вас, это не на территории, не в вашем доме, а у соседа, то все равно это попадает в грунт, и это попадает, к сожалению, в нашу пищу. Далее, мы ходим в спортивный зал многие, можем соприкасаться там со снарядами, со стенками, покрытия, линолеум, лак для паркета, лак для волос, лак для ногтей, парфюмерия, косметика, все вот это содержит. Особенно ковровые покрытия, очень часто я наблюдаю в фитнес-залах, очень любят почему-то использовать вот эти ковровые покрытия. Это огромный источник токсических соединений. Вот это все в немыслимых количествах влияет на наш организм. И, конечно же, в первую очередь это приводит к тому, что огромные риски онкозаболеваний вызывают. Но помимо этого, также может быть риск сердечно-сосудистых заболеваний, заболевания кожи, заболевания женские миомы, эндометриозы связывают, как правило, с применением вот этого огромного количества химических соединений. Дальше может повышаться количество респираторных заболеваний. Часто болеющие тоже не исключено, что это интоксикация, которую мы получили из них. Огромные риски бронхиальной астмы. Также многие вещества приводят к поражению нервной системы. Например, диоксин, который тоже применяется в пластике, в основном и может в пестицидах тоже быть добавлен. Это приводит к нарушению работы нервной системы. В дальнейшем риски огромной болезни Паркинсона, болезни Альскеймера. Вот такие воспаления в глиях тоже самое. Это бяло текущее воспаление центральной нервной системы. И, конечно же, отсюда и депрессии, и быстрая утомляемость. И вот такие нехорошие моменты развиваются вследствие того, что мы вот так вот соприкасаемся с этими химическими веществами. Я как раз хотела показать сейчас уважаемым участникам. Это слайдики, которые мы создавали когда-то с Марией Луговских. Но просто в этих слайдах есть как раз подтверждение вашим словам. То есть я же очень люблю такой метод исследования, как гемосканирование. И вот как во время гемосканирования видно влияние вот этих токсических веществ. И человек приходит, например, ко мне на обследование. Я не делаю уже больше года, иногда для себя ради какого-то эксперимента на регулярной основе. Но 10 лет я просидела за микроскопом. И вот на днях приехал человек, который и спортом занимается, и все-все-все. И он ни разу не видел гемосканирование. И просто мы зацепились, я достала микроскоп. И когда я увидела у него вот как эритроцитики, вот эти все как шестереночка, я говорю, вы, наверное, или много времени за рулем проводите, или где-то происходит интоксикация, потому что человек смотрит за своим здоровьем. И вот вы видите на слайдике, как ухудшается качество крови после лакокрасочных материалов, почему кружится голова? Да потому что отравлен мозг уже токсическими веществами. Почему после шумного пыльного города вечером хочется уснуть, нет сил даже смотреть что-то, сон нестабильный, неспокойный, человек не может выспаться, потому что надышался за целый день. Сейчас за 15 минут современный человек в мегаполисе получает больше тяжелых металлов, чем 100 лет назад за всю жизнь просто люди получали. И многие говорят, вот наши бабушки, дедушки, не было у них никаких биодобавок, но на самом деле были просто другие. И вот если взять во время гемосканирования, то мы видели, как даже из обычных сладостей, где полно красителей, где полно разных ксенобиотиков, вредных веществ, из-за этого кровь сладжировалась. А чем гуще кровь, тем хуже она приносит питание, тем хуже она фильтруется. Ну вы можете сами представить, как постирать вещи. Например, когда киселем вы стираете, каким-то болотом, или когда это чистая вода. И вот ягодки, фрукты, зелень, биодобавочки улучшают качество крови. А вот то, о чем говорила Елена Валерьевна, и то, что вы видели на слайде, ухудшают. И плюс еще в питании даже есть такой у меня интересный факт. Оказывается, в Украине самое большое количество лейкозов у детей. Вот вы можете написать в комментариях, в какой области. Пока вы пишете, кто не пишет в комментарии, делайте репост обязательно, потому что мы говорим о жизненно важных вещах. Это Черновецкая область. Вы представляете, Елена Валерьевна, там, где нет заводов, где нет какой-то тяжелой промышленности, но там есть сады, которые обрабатывают гербицидами, и все это идет в грунтовые воды, и детки, они еще не так устойчивы к токсинам, как взрослые. У взрослых уже, может, какая-то, знаете, адаптация произошла, и организм-то побольше, а у детей им надо выстроить эти эритроцитики. Костный мозг, к сожалению, вместо того, чтобы накапливать, накапливать, ну или там строится из кальция, накапливать стронций, штуть, мышьяк, тяжелые металлы, они очень опасны для наших косточек, и костный мозг не продуцирует тогда здоровой клеточки. Одна из причин лейкозов. И вот когда мы покупаем на прилавках ягоды, фрукты, мы берем кота в мешке, ну или троянского коня, и часто очень люди не понимают, почему у детей ацетон, ацетономический синдром, почему у детей кожа, высыпание на коже, почему частые бронхиты, почему не работает поджелудочная. И я вам хочу сказать, что выбор есть всегда, что выбирать, но вот лимфатическая наша система, она очень чувствительна ко всем этим токсинам. Может, расскажите немножечко людям по лимфе, пускай они понимают. Да, но еще у меня тут подготовлена еще какая-то важная информация, сейчас расскажу. Крови у нас и лимфа также ответственны за выведение токсинов, но в особенности лимфатическая система, у нас, к сожалению, очень мало лимфологов, практически не встречаюсь я с докторами-лимфологами, их мало, и она мало изучена. Но вот наша лимфа, она как раз и ответственна за удаление из организма шлаков, токсинов, выведение их и утилизацию. И тоже вот когда у нас застой там лимфы, загрязненные какие-то продукты, увеличивается или инфекция попала, как лимфа реагирует, увеличиваются лимфоузлы, какие-то отеки, какие-то тоже высыпания на коже, может быть. И вот это вот все говорит о том, что организм как-то загрязнился, как-то ему тяжело в этих условиях работать. Поэтому опять же из лимфы попадает все вот это вот то, что должно быть утилизировано, оно опять попадает в печень. И опять получается такой вот некий замкнутый круг, поскольку еще много очень лимфатической системы в кишечнике, там опутано все. И опять же есть то, что вот сегодня называется синдром повышенной проницаемости кишечника, то есть неполноценно, несостоятельно работает наша тонкая кишка, то сквозь вот эти вот просветы в кишечнике, то есть по сути это не дыря, это клеточки, они между собой недостаточно имеют сцепку. И туда могут проникать те метаболиты, там грязные вещества, которые должны быть выведены, они обратно поступают тоже в лимфатическую систему, и в кровь, и обратно циркулируют по организму, и конечно же отравляют его. То есть у человека состояние интоксикации, чувствуется такая повышенная утомляемость, сонливость может быть, тошноты иногда, вот такие вот мигрени после еды. Опять же нужно обращать внимание, если у человека на алкоголь реакция, даже вот от маленьких доз каких-то сделал глоток, и человеку нехорошо становится, или же там покраснение лица, вот какая-то такая реакция. Вот это говорит о том, что несостоятельные системы детоксикации, поломанные, они функционируют недостаточно хорошо. Хорошо. Я добавлю еще по поводу деток. Часто мы слышим от родителей аденоиды, да, у детей аденоиды, и эти аденоиды, ну, принято иссякать, уменьшать, да, убирать, чтобы ребенок дышал, ну, потому что когда просвет сужен, понятно, что происходит снижение количества поступаемого кислорода, это влияет очень сильно на все остальные уже процессы, очень снижается слух у деток с аденоидом, растут кривые зубки, потому что дети дышат тогда ртом, эти зубки растут просто вперед, очень связано все сильно. И что такое аденоиды? Это разрастание лимфатической ткани в носоглотке, и даже если иссякли, она еще раз разрастется за счет того, что лимфа не очистилась, не убрали причину. Поэтому если почистить и детский организм, аденоиды могут уйти по принципу, как пришли, так и ушли, и у нас уже есть очень много отзывов по этому поводу. Я просто хочу показать, как выглядит кишечник у людей, например, с онкологией, это, ну, извините за некрасивые снимочки, но, увы, так есть, справа и слева верхний, верхний, как выглядит кишечник у людей с аллергией, бронхиальной астмой, это по центру, и как он должен выглядеть в норме, чистенькая, тоненькая, нежная, розовая, ну, я быстро перелистнула, а то не всем нравятся такие кадры, вот. И, ну, это не совсем грамотно написано, 7 стадий зашлакования организма, потому что шлаки есть в строительстве, в организме это метаболические накопления, но зато людям понятно, вот то, о чем говорила Елена Валерьевна, когда у человека накопление токсинов, сначала это утомление, потом часто голова болит, мигрени появляются, ломота в суставчиках, в косточках, метеочувствительность, а третья стадия, это уже пошли аллергии, высыпания всевозможные, четвертая стадия, это тромбофлебиты, папиломы, аденодмы, фибромы, кисты, и вот именно уже, когда человек накопил очень много всего, и прям так это все хронически происходит, уже начинает реагировать и цареактивный белок, и ревмопробы уже пошли, уже идут аутоиммунные заболевания, ну и дальше это, конечно, паразопараличи, имеют руки-ноги или атрофируются даже мышцы на фоне тоже метаболических накоплений, такие вещи тоже, ну, по крайней мере, я встречала как диагност, как реабилитолог, и вот седьмая стадия онкология, иногда это все можно пройти очень быстро, ну, прям, знаете, от первой до седьмой, прям можно очень быстро повредить себя, но можно точно так же и отмотать этот клубочек назад и выйти в здоровье. Вы хотите что-то добавить по этому сладику, или пойдем по вашей вот той информации, которую вы приготовили нам? Ну, давайте, согласно с такой классификацией, да, действительно имеет место быть. Ну, я бы еще хотела разобрать же, как работает наша печень, помимо того, что она утилизирует токсины, то что она еще делает? Она отвечает за усвоение жирорастворимых витаминов, то есть это витамины Д, А, Е, и вот эти все витамины жирорастворимые, они являются очень мощными антиоксидантами, и они, поскольку они антиоксиданты, они обладают противовоспалительным действием. То есть если у нас будет там непорядок, то понятно, что мы будем страдать еще по ряду целых систем и органы, и также кожа наша, кожа тоже, это как третья почка у нас, это тоже в какой-то степени орган выведения, и очень большое значение для кожи также имеет витамин Е, то есть если его будет там недостаточно, или мы неправильно его усваиваем, потому что если есть, то мы можем достаточно, но главное его, чтобы он пошел уже правильно в организм, зашел в клетку, и тогда будет, конечно, такая наблюдаться проблема. Так вот, я бы хотела еще о печени сказать, как вот эта лаборатория совсем чуть-чуть, как она работает, что у нас есть три фазы детоксикации всех веществ, и вот есть различные поломки, и нам важно, чтобы все три фазы работали очень хорошо и слаженно, иначе, если в первую фазу, ну, наверное, не будем там окисления, восстановления, там еще специальные термины, гидротация, гидролиз, там неважно, ну, в общем, вот эта вот первая фаза, когда печень сталкивается с токсическими веществами, она их должна как-то преобразовать в какую-то форму, и очень зачастую она в первой стадии переводит их еще в более токсическую форму, для того, чтобы во второй фазе они уже там как-то элиминировались, соединялись в определенные конфигурации и становились там водорастворимыми, и тогда они легко выводятся с желчью через кишечник, через почки, водорастворимые соединения, там через кожу они могут элиминироваться, и у нас все хорошо, но бывает часто, что вот эта вот вторая фаза, она поломана, и тогда идет накопление токсинов еще более тяжелых в организме, чем мы получили их извне, они же никуда не деваются. И вот давайте тогда, что же надо для того, чтобы восстанавливать наши вот эти все фазы детоксикации, чтобы наша печень работала просто вот в идеальном состоянии, а соответственно у нас будет чистая лимфа, и кровь хорошо будет работать там, и так далее, и так далее. То есть если мы будем убирать вот эту токсическую нагрузку, хотя бы ее снижать, то есть нам надо, раз уж мы так в таком мире живем, нам надо как-то выживать. Для того, чтобы нам выживать, нам нужно что-то, что-то хорошее, какие-то детокс-программы, и они совершенно не, так как я вот сейчас читала, там модных блогеров, Инстаграм завален всякой ерундой, попейте соков, и все будет в порядке. Нет, на самом деле организм человека – это самовосстанавливающаяся, самодостаточная система, саморегулирующаяся. Но в связи, говорю, с колоссальной такой нагрузкой химической, вот смотрите, даже мы можем не получать, из нас не находимся на гормонозаместительной терапии. Но с едой, с той же курятина, крупный рогатый скот, недавно я, кстати, узнала такую вещь, которая меня вот просто поразила до глубины души, что курей кормят вот этими антибиотиками, потом, ну это мы знаем все, потом собирается вот этот куриный помет, и он вводится в корм крупному рогатому скоту. То есть все вот эти вот антибиотики, гормоны, которые получают курятина, получают крупный рогатый скот. Соответственно, потом, пожалуйста, там молочные продукты, мясо, все. Мы поели и получили все это, хотя мы считаем, что мы не получаем ни антибиотики, ни гормонозаместительную. Потом, много женщин сейчас находится на заместительной гормональной терапии. Ну, извините за подробности, люди все, да, ходят в туалет, круговорот этой воды в природе, она проходит через очистительные сооружения, но не до такой степени она очищается, чтобы гормоны там, в общем-то, остаются. И мы тоже, пользуясь этой водой, тоже получаем эти же гормоны. Вот вам, пожалуйста, увеличение в последнее время и онкологических заболеваний у женщин, эндометриозов, фибромы, фибромиомы и так далее. Опять же, у женщин неправильно, когда метаболизируются гормоны эстрогены. Ну, мужчин касается это тоже, потому что эстрогена много получают и, соответственно, риски в большие развития и опухолевых процессов тоже. Женщины, когда неправильно идет метаболизация гормонов эстрогенов, то есть они неправильно выводятся из организма, тоже вот при, скажем, наилучшем варианте, это идет образование миом, фибромиом, кист и так далее. А при худшем варианте – это онкозаболевание. Вот теперь давайте, наверное, перейдем к решению вот этого сложного вопроса. Что же у нас есть такого чудесного, чем мы можем помочь нашему организму и восстановить вот эти процессы и быть здоровыми и долго сохранять свою работоспособность? Елена Валерьевна, можно я просто дополню по поводу деток? Потому что у детей сейчас тоже нарушен, к сожалению, гормональный фон. И то, что сейчас детки с ожирением – это и метаболические процессы, то есть и углеводный обмен веществ нарушен. Но гормональный фон, как он… Просто ожирение, допустим, из-за углеводов, оно просто ожирение. Но когда это идет ожирение гормональное, то у детей мы видим стрии, мы видим вот эти растяжки на коже, которых априори быть не должно. Что мы видим еще? Что уже у шестилетних девочек могут начаться месячные, вторичные половые признаки намного раньше могут появиться. У мужчин или у ребят, у детей, подростков могут быть телосложения по женскому типу уже формируются часто. То есть животик, грудь у мальчиков растет. Вот такие вещи, если вы видите первые признаки подобных вещей, или, допустим, у девочек избыточное количество волос на коже тоже можно наблюдать. То есть все эти вещи говорят о том, что есть гормональные нарушения. И наша эндокринная система, она очень связана с чистотой. То есть чем больше накоплений токсических, тем хуже работают и те же надпочечники, потому что почки как фильтр работают, тем хуже работает щитовидная железа. Потому что, представляете, по поводу щитовидной железы, за 27 минут вся кровь, которая есть у человека, вот эти 5-6 литров пройдут через щитовидную железу за 27 минут всего-навсего. И если где-то есть токсины, то они обязательно попадут в щитовидную железу. И когда не хватает хорошего йода, будет накапливаться плохой йод, будет накапливаться токсический йод. Точно так же, если мы говорим о том, что сейчас современные дети, кто-то не растет, а кто-то растет очень изобильно. Это наш уважаемый гипофиз. Для того, чтобы гипофиз хорошо почистился, нужен глубокий сон. Нужно ребенку вовремя лечь спать. Внимание, когда дети ложатся спать сейчас современные. Второе еще, что должен быть в порядке шейный отдел нашего позвоночника. Дальше, что у детей сейчас наблюдается. Если раньше единично наблюдалось у детей, ну знаете как, в теории лет 15 назад в книжечках для докторов, особенно ортопедов или там для вертебрологов, для людей, которые занимаются конкретно позвоночным столбом, для них, ну в теории писали, что у детей может быть там махровый остеохондроз. То сейчас на приеме каждый день таких уже детей видят. Потому что отложение солей, нарушение обмена веществ водно-солевого, водно-липидного, водно-жирового, углеводного, это все приводит к тому, что, ну это все равно, что у вас есть продукты питания на кухне, и вы из них или не готовите, или готовите слишком много, и у вас этой еды остается много, и она начинает портиться. И потом, если некому вынести вот эту испорченную пищу, и смотрите, почему говорила Елена Валерьевна, что должно быть три этапа очистки. Первый этап – это обнаружить, что в доме воняет. Второй этап – это выбросить в мусорное ведро. А третий этап – это вынести в мусорное ведро. И если не будет три этапа очистки, ну обнаружили, а дальше что? Если некому убрать, если все брезгуют, например, или, допустим, второе там сделали, выбросили в мусорное ведро, если нет кому вынести, то, увы, даже самый красивый чистый ремонт не будет радовать жителей, не будет радовать никого, потому что, к сожалению, это будет уже источник гниения и разложения. Вот точно так же в организме есть этапы очистки, и весной нам природа подсказывает. Вы посмотрите, котики выбегают все на улицу, собачки тоже травку разную жуют. Весной очень много есть таких растений, которые входят в детокс-программы. Например, крапива, сок крапивы, тот же черемша, делают салатики весной из черемши. Редис. Редис, как крестоцветное, кстати, содержит очень много индолов. Индолы, они выводят избыточные гормоны. И у нас есть для вас подсказка, где взять это все натуральное, безопасное, очень легко в применении, и причем вам не надо бегать по лесам, полям, искать одуванчик. Одуванчик тоже очень круто очистит кровь и печень желчный. И я думаю, что мы перейдем сейчас к продукту Дедринк, да? Да, да. Окей. Совершенно верно, да. Тогда я включаю слайдик с Дедринком, и мы поговорим о составляющих. Да, у нас должно быть решение вопроса, и, к счастью, оно у нас есть. Есть такой замечательный препарат Дедринк, который содержит очень много полезных веществ. И зеленых веществ, а весна – это еще время печени, время – это с точки зрения аюрведической медицины. И весной вот нужно есть все зеленое, все это способствует здоровью печени. И вот смотрите, каким чудесным образом составлен этот препарат, который помогает нам удалить все токсины из организма. И здесь экстракт крапивы. Крапива более тысячи лет используется в медицине как вещество, которое прекрасно восстанавливает нашу печень. Это для печени лекарства, для крови очень хорошо экстракт крапивы применять. Что еще рассказать такого интересного о крапиве? Она на самом деле используется во многих детокс-программах. Единственное, что не каждый организм способен ее усвоить, потому что для того, чтобы даже сок крапивы… Понимаете, все в жизни лекарство и яд зависит от дозы. Небольшое количество сока крапивы улучшает состояние крови. Если много дать сока крапивы, мы можем… Я только, вы знаете, вот сейчас пытаюсь вспомнить, много вызывает кровотечение или наоборот повышает свертывость. Наверное, все-таки… Повышает свертывание. Повышает свертывость, да. То есть тромбоз может формировать, если много. Поэтому очень важно, если вы начинаете делать какие-то очистительные программы, то, боже упаси, заниматься самодеятельностью. Потому что, ну, допустим, если ваши коридоры не готовы, вы решили выдвинуть свои шкафы вместе с мусором, не понимая, что надо лучше шкаф разгрузить и потихонечку вынести, то и спину можно сорвать и двери выбить или даже не закончить эту уборку. Вот точно так же здесь надо всегда довериться профессионалам и использовать только проверенные формулы и сырье. Да. Но опять же, вот экстракт крапивы еще мочегонным обладает действием, лимфодренажным. Мы говорили, что нужно вывести через почки вот эти токсины и шлаки, которые будут выведены из клетки. Поэтому вот эта третья фаза будет сокрыта. Хочется поговорить о крестоцветных, которые входят в состав этого замечательного продукта. Это брокколи, это артишок. Брокколи вообще это продукт, который очень богат индолами. Содержит вещество эндолкрикарбинол. Это вещество помогает вот как раз метаболизировать правильно наши гормоны и выводить их из организма. И этот процесс происходит как раз в печени нашей. Содержатся крестоцветные сульфарафаны. Это противовоспалительное, антиоксидантное действие. То есть, ну это продукт, который вообще номер один в брокколи. Он должен входить у людей в пищу каждодневно. Ну и также, видите, все использовали вот эти вещества в продукте. И надо сказать, что те вещества, которые используются в продуктах, они имеют биодоступность много выше, чем когда мы едим непосредственно сырую или отварную. Похоже, но все же вариант. Отварную брокколи. То есть, намного-намного будет выше действие вот этих веществ. Также витамины входят в состав холин, там, витамин В4. То есть, вообще, витамины группы В, но мы чуть позже поговорим о том, что мы еще должны делать, да, для того, чтобы восстановить процессы детоксикации. Все правильно. Нужны витамины группы В в том числе. Дальше. Чеснок содержит, вот дикий чеснок, вещество олицин. Тоже замечательное действие, антиатеросклеротическое. И как природный антибиотик действует этот олицин. И тоже у него будет антиоксидантная, в какой-то степени, прекрасная профилактика болезни Паркинсона, болезни Арсхеймера. То есть, это замечательный. Я очень хорошо отношусь к чесноку в продуктах. Опять же, мы помним, что биодоступность его много выше, чем просто в том чесноке, который мы можем съесть. А тем более, если мы там готовим, да, в сыром виде понятно, что многие редко употребляют из-за специфического запаха чеснока. Вот когда человек обрабатывает в пищу вот этот проваренный, пропаренный чеснок, то он, конечно, теряет свои вот такие вот замечательные свойства. Также еще чеснок является источником инулина. Это тоже продукт, который наиболее богат этим веществом. То есть, это вот пищевые будут волокна, питание прекрасное для наших бактерий хороших. И, соответственно, они будут обеспечивать здоровье нашего кишечника, что тоже немаловажно для выведения вот этих шлайков, токсинов. То есть, вот эти дружественные бактерии, они будут способствовать хорошему нашему самочувствию и выведению вот этих тоже веществ, которые могут нам навредить. Дальше. Куркумин, опять же, содержится в этом продукте. Это очень высокое противовоспалительное. Ну, наверное, не знаю, пожалуй, наверное, самое высокое противовоспалительное действие как раз в куркумине содержится. И, ну, пожалуй, трудно назвать заболевание, вот при котором бы не показан был бы этот куркумин. Но про биодоступность не устану говорить, что все-таки выше, в 45 раз выше биодоступность, чем в той приправке, которую мы можем съесть. Ну, еще надо сказать, что у нас же еще качество приправы, которые мы можем купить там на рынке или в пакете в магазине, тоже еще надо знать, где мы можем приобрести этот продукт в качественном таком хорошем виде. Потому что то неправильное хранение, то чем-то развели, рассыпали там, то он подвергался каким-то плесневым заболеваниям, потом его перемололи, нам продали вместе с грибами, которых у нас и так предостаточно в организме. То есть, ну, есть моменты, по которым вот… Все-таки лучше брать проверенное сырье. Проверенное, да. Я хочу попросить уважаемых участников нашего эфира, сделайте доброе дело, не ради себя, не ради нас, не ради компаний, а ради тех людей, кто у вас есть в друзьях. Вот сделайте репост на свою страничку. Пускай людям приходит правильная информация. Чем больше здоровых людей, тем больше счастливых людей. И я вот по поводу сырья хочу показать два слова, потому что людям, кто видит впервые, им нужно понимать. Мы сейчас говорим о продукции PM International, линейка Fitline, этой компании, 27 лет. Нам не платят за этот эфир, нам не платят за то, что мы тут расхваливаем этот продукт. Мы просто счастливые пользователи и хотим, чтобы таких людей было как можно больше. И, конечно, если вы обратитесь к тем людям, кто вас пригласил, вам подскажут, как это купить без подделок, без наценок напрямую у производителя. И у компании 350 ученых, научный совет, Люксембургский институт науки и технологии постоянно усовершенствует данный продукт. И у них есть также сертификат и стандарт JNP на производстве. То есть проверяют сырье до производства, после производства, проверяют уже готовое производимое вещество. У них есть и антидопинговый сертификат, и лаборатория TÜVSÜT. То есть это мировой бренд. И мы сейчас говорим о продукте, который помогает нам почистить свое тело. И уже было несколько вопросов, как принимать 4-летнему ребенку. Но эпизодически можно, потому что если вдруг температура, не дай бог, интоксикация, там поднялся цитон, это можно назвать как доврачебная помощь. И данный продукт быстренько поможет снять блоки, улучшит лимфооток, желчоотоки и так дальше. Там же есть, вы слышали, много природных антибиотиков, антисептиков. И таким образом ребеночку будет намного легче справиться с воспалительным процессом. Но вот был второй вопрос. Можно ли принимать дедринк во время приема антибиотиков? Нужно, нужно принимать. Потому что антибиотики, антибиоз против жизни, они сработают не только с плохими, но и с хорошими бактериями. И, к сожалению, антибиотики очень плохо влияют на печень, гепатоциты страдают, а им нужно сделать... Печень вообще отвечает больше, чем за 400 даже функций в организме. Поэтому мы не будем сейчас все перечислять. Но вот дедринк за счет того, что есть холин, артишок, за счет того, что есть также и брокколи, и расторопша, печень его просто обожает, этот продукт. Я хочу, чтобы вы продолжили вот так интересно рассказывать. Я просто восхищаюсь вашими знаниями. Спасибо. Ну вот давайте о расторопше. Или молочный чертополох называется. В мире нет, наверное, средства более восстанавливающего печень. Это действующее активное вещество силимарин. Так вот, на сколько работ я читала, там очень много. Силимарин все равно признают веществом номер один, который восстанавливает клетки гепатоциты, то есть клетки печени восстанавливает до нормы. А надо сказать, что, к счастью, у нас самый регенерирующий орган, то есть тот, который способен восстановиться, это печень. То есть за полгода мы фактически можем обновить нашу печень, и у нас будет совершенно здоровая, полноценная, хорошо работающая печень. И, конечно, вот смотрите, расторопшая тут еще представлена смесь с биофлавоноидами. То есть она более будет усваиваться лучше, и ее действие будет еще как и антиоксидантное, и противовоспалительное. То есть это вещество я очень люблю и так расторопшую, но в данном препарате прям вот она, как доктор прописал ее. Артишок. Очень известный препарат артишок, который как желчегонное действует. Он улучшает реологические свойства нашей желчи. От этого будет, чем она будет более густая, застойная, что там может быть. Там и полипы могут образовываться в желчном пустыре, и камни в последующем. То есть неправильная вот эта работа. Ну и надо сказать, что когда неправильно идет застойное явление желчи, у нас повышается уровень, называется триглицеридов. То есть это фракция холестериновая такая. У нас будет общий холестерин повышен. То есть это риск атеросклероза, риск раннего старения и сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и, конечно же, высокий риск болезни Альцгеймера. Чего я всем желаю избежать. И дожить до глубокой старости, до преклонных лет в здравом уме и памяти и активной деятельности. Быть бодрыми и веселыми. У нас, кстати, есть отзыв. У нас есть отзыв среди нашего окружения. Одна женщина рассказывала, что ее мама в состоянии болезни Альцгеймера. Просто, ну, понимаете, в такой была же интоксикация ее организм, что человек просто не помнил, как зовут родных, близких. Но это еще полбеды. Там адрес, где живет, там можно проконтролировать, чтобы не вышла из дома бесконтрольно. Но был один бытовой такой нюанс. Человек вместо того, чтобы ходить в туалет, вот именно в туалетную комнату, ходила в шкаф. Открывала дверь и ходила в шкаф. И можете представить уровень качества жизни всей семьи, когда живет человек, на которого, ну, как можно, там, ругать или не ругать, рассказывать, не рассказывать, человек не соображает. И вот, кстати, до Дедринка еще не дошло у них. Они просто принимали оптимальный сет, о котором мы сегодня кратенько расскажем. И буквально через пару месяцев оптимальный сет Омега Q10. Там, я не помню, месяц, может быть, максимум или полтора. И эта женщина вспомнила, как зовут домочадцев, и начала ходить в туалет, вот именно в туалетную комнату. Ну, это был отзыв, ну, просто со слезами на глазах. Он есть даже в YouTube. Если кому-то интересно, можно его найти. Да, это действительно отзыв со слезами на глазах, потому что таких людей достаточно много, к сожалению, на сегодняшний день. И понятно, что и они сами не живут качественно, и те, кто живет рядом с ними, очень страдают. Поэтому вот представьте, какая реакция, да, какое это действие. Я даже слов не могу подобрать, потому что на самом деле, спросите у любого врача, лечится болезнь с гемера, вам скажут, нет, ситуация может только ухудшаться, но никак не улучшаться. И вот тут такое действие. Я находила исследование американских ученых, что 20 лет назад этому заболеванию были подвержены, ну, больше там, 80-летние люди, а сейчас более 80% людей, 60-летних, уже имеют первые признаки Эльцгеймера. И это заболевание очень молодеет. И вот, знаете, чтобы не доставлять своим детям, впоследствии, своим соседям, родным и близким, себе точно так же, не доставлять очень много проблем, давайте будем вовремя очищать организм, заботиться о нем, чтобы он функционировал так, как нужно. Ну что, пойдем еще по дедринку, да? Да, еще по дедринку. Еще вот артишок, я хотела бы сказать, он же является источником цитрулина. Ну и цитрулин входит в состав дедринка. Это вещество, которое является предшественником глюкотиона. Глюкотион – это царь антиоксиданта в нашем организме. То есть он запускает вот эти все антиоксидантные процессы, которые у нас есть. Ну а надо сказать, что у нас, когда говорят об оксидантных свойствах, да, оксидантных, вот эти свободные радикалы, то есть их образуются, они там каждую миллисекунду у нас просто вот они бомбят клетку. Они живут недолго, у них очень жизнь короткая у этих свободных радикалов. Но они за вот эту короткую жизнь успевают очень сильно напакостить нашему организму, нашим клеткам и так далее. Поэтому у нас существует вот такая система. Они нужны тоже, они нужны в организме, эти свободные радикалы. У нас бы без них не было бы полноценной работы лимфоцитов там и так далее. То есть все, что есть, не зря оно придумано. Но когда их количество выходит за какие-то пределы, то, конечно же, они оказывают повреждающее действие. Вот для того, чтобы вот это все нивелировать, нужен глютатион. Опять же таки, когда человек заболевает, иногда даже дают специальные препараты, чтобы активировать вот эту систему глютатион-пероксидазы и запустить антиоксидантную систему организма в нормальную работу. И тогда организм самостоятельно справляется очень хорошо с той инфекцией, которая попала, или с отравлением, или, в общем, с повреждающим каким-то фактором. По поводу глютатиона, еще добавлю, есть возможность проверить свой биологический возраст. Есть такой показатель в анализах, сывороточный глютатион. Может, не все лаборатории делают, но если захотеть, можно найти. И по этому проценту можно определить, какой биологический возраст в организме. Так вот, когда печень уже бывает в 20 и в 30 лет, она уже на пути к циррозу, понимаете, особенно если пить алкоголь, запивать кока-колой, это вообще самое убийственное средство для гепатоцитов. Или там ежедневные какие-то вредные привычки. Я уже не буду об этом, мы уже чуть-чуть в начале поговорили. И вот печень, она не может вырабатывать тогда этот глютатион, прародитель антиоксидантов. И у человека появляется неустойчивость к интоксикации, неустойчивость к этим свободным радикалам. Радикалы доходят до ядра, заставляют их мутировать, эти клеточки. И дальше уже пошло-поехало, то есть вплоть до онкологии. Мы уже обсуждали сегодня степени зашлакования организма. Так вот, если в вашем рационе есть детокс-продукт Дедринг, ваша печень оживает. Печени нужно 170 дней, чтобы полностью стать новой. 150-170 дней. И она работает тогда как фильтр, она работает как депо крови в обменных процессах. Она является для человека важнейшим органом. Но Господь, зная о том, насколько она важная, насколько она легко может повредиться, сделал же точно так же, чтобы она легко возродилась. И даже если у человека осталось 25% в хорошей печени, после оперативного даже вмешательства, она может сама себя регенерировать. Главное, не мешать. И вот такие продукты, как Дедринг, вот у этой немецкой компании есть очень много шедевров. Но Дедринг весной, он просто необходим. Вижу в комментариях, кто-то пишет, я пью с активайсом, я пью с циршутцем. Кто-то пьет утром, кто-то пьет вечером. Но Дедринг, это не ежедневный продукт. Нет смысла каждый день человеку делать всю жизнь генеральную уборку. Но нет смысла отодвигать шкаф каждый день. Но есть смысл хотя бы 3-4 раза в год это сделать. Постирать шторы, отодвинуть все диваны, все тумбочки. Потому что хочешь, не хочешь, но процесс накопления всего неправильного происходит. И вот Дедринг, он такой, две недели принимаете, потом можно сделать паузу две недели, можно еще две недели попринимать, если у вас есть потребность. У меня, когда я начала пить фитлайн, первые дни 10 был металлический привкус во рту. Я даже усомнилась в качестве продукта из-за этого. Думала, что он содержит что-то не то. Я думала, что я такая чувствительная, уже вся такая очищена, 10 лет заботюсь о своем здоровье. Но мне научный совет сказал, что это дорогуша, выходят твои тяжелые металлы, и ты своим сканером, своим языком чувствуешь эти тяжелые металлы. Добавь в свой рацион Дедринг. И только я пропила Дедринг, в фитлане я теперь вообще не чувствую никаких металлических привкусов. И многие люди видели, что на Дедринге могут там кожа, чуть-чуть высыпания быть. Вы слышали, Елена Валерьевна говорила, что кожа – это третья почка, она тоже через нее выходит много токсинчика, она тоже фильтрует. Могут быть диареи, могут быть небольшие такие признаки тошноты, потому что, опять же, когда желчный запускается в работу, может быть, даже у кого-то изжога появится, у кого-то исчезает на Дедринге. Но там есть одни интересные компоненты, я думаю, что мы сейчас к ним подходим, антипаразитарные эти ингредиенты. Да. Одним из антипаразитарных является чеснок, все равно черемша, вот этот дикий чеснок и черемша, он будет оказывать антипаразитарное действие. Также сюда имбирь с эфирными маслами относится, тоже он дезинфицирует. Вот помните, даже в прошлом году, когда начиналась вот эта история с коронавирусом, все кричали имбирь, имбирь, нужно принимать чай с имбирем, и все будет хорошо. То есть, на самом деле, имбирь очень хорошо дезинфицирует наш организм и удаляет эти паразитозы, которые... Но я к паразитам отношу всех, это не только глисты, но это также и бактерии, и вирусы, и грибы, они тоже будут способствовать вот этому выведению. Опять же, смотрите, пищевые волокна, они для чего нужны? Наши хорошие бактерии, они их едят, они размножаются, и они борются, у них конкуренция идет за место, они пристеночно живут, и, соответственно, они выбрасывают патогены, которые зацепились у нас где-то в кишечнике, то есть, они их удаляют из организма, и они будут работать на нашу пользу, а патогены эти будут выходить и удаляться из организма. Так, что еще? Что еще мы сюда можем отнести? Разрешите, я прокомментирую. Есть один тут микроэлемент, знаете, есть минералы, селен, хром, молибден в составе. Если взять селен, он снимает воспаление, он считается мощным протекторным таким компонентом. Хром улучшает обмен веществ, очень положительно влияет, там еще цинк на самом деле есть даже в составе, но молибден, что делает молибден? Его в питании найти очень тяжело, это такой дефицитный очень микроэлемент, потому что, если селен, хром, легче добыть, то молибден дефицитный. И вот молибден, он перекрывает дыхательную систему паразиту, он расслабляет мускулатуру паразиту, и таким образом все эти присосочки, которые были в кишечнике, или где-то даже, то есть яйцо, если не может дышать циста, она не выпложивается, то есть, ну, когда, если еще улучшить иммунную систему, у меня есть несколько видео таких эксклюзивных по гемосканированию, как лейкоциты просто атакуют яйцо паразита и разъедают стеночку, как быстро могут захватить, фагоцитировать, лизировать это все дело, если это что-то махонькое, если большое по всему периметру личинки, эти лейкоциты просто, ну, собрались, и как муравьи примерно, лягушку или червячка там могут скушать, вот точно так же наша иммунная система может, если это уже, ну, обездвиженно, если оно уже не питается, да, и когда молибден попадает в организм, паразит не может дышать, он открепляется и выходит за счет пищевых волокон, которые здесь помогают очистить именно ворсиночки кишечника, именно даже от слизи, и самое приятное, что для того, чтобы не было на том месте язвочки, чтобы не было болевых ощущений, каких-то микрокровотечений, как раз в этом же дедринке есть клетчатка в виде пектина, вы когда посмотрите, это, ну, вот в запеченных яблочках, да, после операции всегда говорят, несите в больницу запеченные яблоки, после родов запеченные яблоки, деткам запеченные яблочки, пектин это растворимый вид клетчатки, который как раз восстанавливает вот эту грань между бактериями и нашими сосудами, лимфами, то есть между чистым нашим организмом и грязным местом в организме. Вот. Продолжим. Делайте репост, уважаемые участники нашего эфира. Ой, столько хороших, приятных отзывов. Спасибо вам большое. Если есть вопросы, вы можете написать их в личку мне, я их переадресую тем экспертам, которые могут ответить. Еще лучше обратитесь к тем людям, кто вас пригласил на этот эфир, вам подскажут, расскажут. Здесь есть научный совет, в который можно написать вопрос, если он обширный. И получить компетентный ответ от людей, которые создали этот продукт или работают с ним уже очень-очень долго. Елена Валерьевна, о каком компоненте еще будем говорить? Ну, я думаю, что мы в основном перечислили все компоненты, да. И о хроме еще хотелось бы сказать. Хром у нас является одним из микроэлементов, который отбивает тягу к сладкому. Потому что детоксикация продуктом, это, конечно, прекрасно, но если мы не будем соблюдать определенного режима питания, если мы будем продолжать есть всякие там булки, тортики, пирожные и так далее, то вряд ли нам поможет какие-либо продукты и базовые сеты, дедринк, и все. Поэтому для того, чтобы человеку облегчить вот этот переход на нормальное здоровое питание, то, наверное, хорошо добавлять такие минералы, как хром. и плюс еще он обладает действием как нормальный метаболизм микронутриентов, то есть макронутриентов. То есть все вот это будет нормально у нас усваиваться и идти нам на пользу. Ну, в общем-то, я думаю, что мы так в основном озвучили все составляющие данного продукта. Давайте озвучим кому же нельзя ДТР. Кому нельзя, да. То есть нельзя этот продукт принимать людям, которые имеют желчно-каменную, почечно-каменную болезнь, ну, и беременным женщинам тоже по избежанию неприятных каких-то осложнений не рекомендуется принимать данный продукт. По поводу беременных могу из личного опыта просто сказать, ну, так как я сейчас еще в положении, я в первый триместр токсикоза практически не было, но было немножечко такое обильное слюноотделение. И научный совет этой компании, когда я сделала обращение, вот, ну, просто для профилактики, что мне там, на что обратить внимание, что уменьшить, что добавить, я по поводу своего слюноотделения получила комментарий, что можно по третьей части, допустим, дедринг в небольшом количестве, но вот в период с пяти до семи вечера, когда работают обильные, ну, хорошо почки, по биоритмам работы почек. И плюс в практике у нас тоже уже было, когда у женщин, если женщина не подготовилась к беременности, у нее будет обязательно токсикоз, потому что организм начинает освобождаться от токсинов, чтобы вырастить ребеночка в чистой среде. И очень хорошо помогал улучшить, ну, снять ацетономический синдром, дедринг с цельшутцем, например, но тоже небольшими дозами, дробненько. И еще у нас есть среди таких компетентных, адекватных докторов, есть Мария Луговских, вот у нее последняя неделя беременности. И вот какие-то появились продрамальные вот эти симптомы заболевания, то есть сразу чихать, насморк, кашель какой-то начинает появляться. И она, зная ингредиенты, что в дедринге очень много уже есть природных антибиотиков, антисептиков, она принимала буквально интенсивно джуниор, о котором мы еще сегодня не говорили, и дедринг. И вы знаете, буквально за пару дней у нее исчезло то, что могло ее даже перевести в такой разряд рисковых рожениц, потому что когда роженица болеет, у нее совершенно не те процессы в родах, не так дышится, уже не так все происходит, больше медикаментов, больше рисков для ребенка, поэтому она очень-очень быстро справилась, и она благодарила меня за то, что я ее познакомила с продуктом. Мы еще буквально не обсудили спирулину и хлорелу, я хочу сказать в двух словах, спирулина и хлорелла это мощный детокс водорослей, хлорелла есть на подводных атомных лодках, хлорелла есть, питомники из хлореллы есть на также космических кораблях, спирулину тоже содержит много белка, для детокса нужен белок, содержит, много очень есть ферментов в спирулине и хлорелле также, это такие, знаете, в них даже есть омега на самом деле в этих растениях, потому что это, что касается хлореллы, одноклеточная водоросль, в которой есть все уже, все, что нужно, и белок, витамины, и минералы, и омега, то есть она уже такая самодостаточная, но ее сложно переварить, ее сложно расщепить, и вот именно поэтому здесь в этих ингредиентах дедринка есть очень много таких растений, которые улучшают ферментативную деятельность нашей поджелудочной и желчный ток, поэтому почему нельзя кушать его тем, у кого камни, чтобы не двинуть камни, но если камушки меньше, чем 5 миллиметров, вы можете начинать принимать дедринк, просто приготовьтесь к тому, что может быть дискомфортно в период прохождения камней по желчевыводящим путям или мочевыводящим путям меньше 5 миллиметров, услышали, не сантиметров, а миллиметров, вот, окей, хорошо, кто не поделился, делитесь эфиром, у нас эфир уже, кстати, близится к завершению, но давайте все-таки кратенько расскажем, что может быть подготовкой к дедринку. К дедринку, да, обязательно. Конечно же, если человек находится в условиях, скажем, жестких дефицитов, в такой вот мощной достаточно интоксикации, ему дать сразу же, сразу же дать дедринк, человеку может быть плохо. Поэтому, конечно же, у нас существует базовая программа, наш базовый цепь, и когда мы будем принимать дедринк, я, например, считаю, что обязательными продуктами в этом параллельно являются BASICS, Омега-3, Коэнзим-Куд-10 и замечательный пробио-йогурт, который будет способствовать заселению полезными хорошими бактериями кишечника и тем самым способствовать здоровью кишечника. И джуниор. Джуниор – это как мини-сет в одной банке для деток разработанный препарат. Но в данном условии, кстати, у кого желчнокаменная болезнь, выраженная или мочек каменная, тому можно по ложечке джуниора принимать, тоже прекрасно ощелачивает наше PH организма, то есть потихонечку, потихонечку будет налаживать вот эти все процессы, а даже это достаточно долгий путь растворения камней, но их растворить можно только собственной нативной желчью. То есть если налаживается вот такой хороший желченный отток, то есть шанс, что эти камни будут уменьшаться в размерах. Кто настроен на длительную кропотливую работу с диетой, конечно же, с хорошим объемом жидкости, то есть человек, который не пьет достаточное количество воды, то можно сразу не начинать никакие программы. То есть это залог успеха, это вода, конечно, и плюс образование вот это выведение токсинов из клетки, но им же надо куда-то потом деться, его нужно вымыть, вымыть из организма. То есть нужна вода. Я перефразирую для людей, которые любят мыслить аналогиями, если у вас в доме нет воды, то нечего вызывать клининговую компанию, потому что только пыль подымут, только мусор выдвинут, а нечем будет не постирать, не почистить, не завершить этот процесс. Если вы не собираетесь пить воды 40 миллилитров на один килограмм веса, если вы не планируете себе помочь во время детокса, то лучше не начинать. Замечательное сравнение, да, очень поддерживаю. Вот, ну, смотрите, еще омега-3, она является стабилизатором клеточных мембран, и поскольку мы заявили, что мы будем нашу печень восстанавливать, да, то омега-3, вот тут как раз, она будет как нельзя более кстати, то есть она и противовоспалительное мощное действие, и плюс поможет клеточкам вот этим выстроиться, правильно, как строительный материал пойдет, и мембранкам правильно, и обеспечить полноценное их функционирование. Ну, и, конечно же, сет, сет базовые наши продукты, да. Ну, да, может, если кратенько, вот если у меня такой сайт, по-клесенько, у нас не состоится без активайз, у нас не состоятся вот эти фазы детоксикации, то есть витамины группы В и фолиевая кислота, это залог успеха правильной работы вот этих фаз детоксикации печени, о которых мы говорили, то есть без них это просто невозможно, поэтому, конечно же, нужен активайз, затем нужен БЭСИК тоже как источник витаминов А и Е и плюс там же содержится и клетчатка, тоже будет дополнительно выводить те токсины, которые образовались, да, там вывышли из клетки, тоже дополнительно будет и противовоспалительный эффект оказывать, и плюс пробиотики содержатся и пробиотики как раз вот БЭСИК содержит лактобацилы реутери называется, очень мало препаратов, поверьте, медицинских очень мало, даже на ИХЕРП я нашла всего один препарат, который содержит лактобацилы реутери и вот эти вот реутери, они вырабатывают вещество реутерин, которое само по себе является антибиотиком, плюс считается, что вот эти бактерии лактобацилы реутери, они способствуют улучшению когнитивных способностей, то есть ну вот для деток, которые страдают расстройствами аутистического спектра или аутисты, для людей в возрасте, да, которые теряют вот эти вот способности к коммуникации между людьми, вот эти очень хорошие эти бактерии, они повышают такие способности, вот видите, кажется, да, там, что там эти бактерии, там, маленькие, что они могут. Кишечник, а где мозг, и казак, при чем тут связь, я вам реально говорю, что от качества микрофлоры зависит и память, и концентрация внимания, и способность к усвоению информации, даже жажда получить информацию, то есть желание учиться зависит от микрофлоры также. Да, потому что, ну, на самом деле, уже на сегодняшний день написаны там и книги, и все, и кишечник, наш второй мозг, и по связям, да, говорят, что регуляция кишечника, как от мозга к кишечнику, один проводок идет, а от кишечника к мозгу десять, то есть кто кем управляет на самом деле, ну, и потом по геному человека тоже исследовали, то есть у нас там порядка двадцати тысяч, а вот этот микробиом, он имеет миллион, не сейчас не скажу, но миллионы там генов содержат вот эти два-три килограмма бактерий, которые в нас живут и нам помогают, то есть они достаточно такие дружные ребята, очень много и пищевые привычки, пищевые пристрастия, там, все это от них во многом зависит, и настроение наше, то мы будем жизнерадостными, веселыми, там, как-то оптимистами по жизни, или депрессия, это все зависит от бактерий, поэтому, конечно же, конечно же, вот такие препараты, они помогают нам восстанавливать, восстанавливать наш кишечник, восстанавливать наш этот микробиом, и плюс еще в бейсике растительные ферменты содержатся, то есть это тоже и противовоспалительные эффекты, и тоже будет улучшение работы печени, поджелудочной железы, плюс вот эти вот микроворсиночки, они просто вот почистятся хорошо, они будут работать полноценно в кишечнике, у нас кишечник, если развернуть, то он занимает площадь 200 квадратных метров, это площадь теннисного корта, представляете себе какой-то орган, как он может не иметь для нас такой, наверное, самый по площади большой орган в нашем теле, то есть, конечно же, он очень важен для нас, обеспечивает нашу, скажем, жизнедеятельность, иммунная система там находится около 70%, много лимфоидной ткани, поэтому многое зависит в нашей жизни. Я когда видела фильм «Аватар», и вот помните, там было такое дерево, возле которого садились все медитировать, и у этого дерева была тесная связь с каждым жителем планеты этой голубой. И вот я когда видела, как это дерево оживило человека, то есть я понимаю прекрасно, что вот это дерево для у нас, у меня ассоциация это с нашим кишечником, и вот эти маленькие порхающие, это как бактерии были, и вот здесь, если включить воображение, то, конечно, наш кишечник это корень нашего дерева, и если с корнем все в порядке, то даже если будет там веточку отрезали, отрубили, даже пенек остался от дерева, будет возрождаться жизнь, вырастет новое дерево даже с этого пенька, но если с корнем не в порядок, то самая красивая крона, самое большое количество ухода за этой кроной, за листьями, не дадут долгожительства, и плюс ищите все ответы у маленьких детей, если у ребеночка болит живот, то вздутие, например, или запор, то беда на весь подъезд, не только на одну квартиру, вот точно так же и у взрослых людей, часто люди даже не представляют, что их застой желчи, или нарушенная микрофлора, микробиом, могут приводить к тому, что у человека даже, ну, это влияет на характер, то есть человек может быть злостным, злопамятным, ну, точно так же, как и эмоция влияет на застой желчи, точно так же застой желчи на эмоцию, и если вы почистите свое тело, если вы, ну, это, знаете, как после генеральной уборки, как спиться в доме после того, как вы все проветрили, пообирали, помыли, воздух свежий, сон глубокий, вот точно так же детокс мозга происходит очень легко, когда, ну, чисто же не там, где убирают, чисто еще там, где не мусорят, и вот если сделать дедринком детокс, если добавить еще питательную среду, хорошую, бактерии туда подзаселить, то есть выселили все плохое, заселили хорошее, и все, и уже о вашем доме заботиться, уже у вас будет в подъезде чисто, то есть надо просто грамотно подходить, комплексно, и я хочу сказать, что у нас здесь нет в слайдиках ресторейта, но ресторейт это продукт, который очень, очень важен для ежедневной лайт-очистки, то есть этот продукт за счет магния и дает фазу глубокого сна, идет детокс головного мозга, очень хорошо здесь тоже хром влияет на то, чтобы не кушал сладостей, цинк на гормоны, обмен веществ, ну, может о цинке, скажите немножечко или там о ресторейте, мне так нравится, как вы описываете продукты, я просто заслушиваюсь. Да, ресторейт, конечно же, замечательнейший продукт, который прежде всего выравнивает вот эту нашу PH, да, то, что сейчас вот много говорят о закислении, закислении продуктов, то вот как раз ресторейт, он способствует, так сказать, ощелачиванию, но все это понятие, можно сказать, условным, потому что у нас, в общем-то, PH организма достаточно серьезная константа, и организм ее держит, но, скажем, когда нужно компенсировать вот эту кровь, то у нас вот эти металлы, они щелочные, они содержатся в костях, в сосудах, магний, магний, в частности, сердечно-сосудистая система, сердце, мышцы сердца содержат магний, и они содержатся в щелочных соединениях, то есть, когда мы поели, допустим, еды какой-то, быстрых углеводов, или там жареное мясо, какое-то, ну, что-то вот такое, да, и называется организм закислился, да, что из двух произошел, PH этого немножечко в кислую сторону, там чуть-чуть, чуть-чуть совсем, но его нужно компенсировать, поскольку кровь константа, то есть, он будет забирать из сердца, из сердечной мышцы, из сосудов, вот этот магний OH, калий OH, то есть, мы будем находиться в обедненном состоянии, то есть, у нас будет уже страдать там сердечно-сосудистая система, из кальций, остеопороз развиваться и так далее, для того, чтобы элементарные судороги даже будут, да, совершенно, для того, чтобы вот эту ситуацию компенсировать, у нас есть ресторейт, который пополняет запасы минералов каждодневно, плюс еще вот такое помогает нашему организму держать баланс этот щелочной, для того, чтобы не забирать вот эти металлы, цинки, но о цинке могу говорить много, потому что на самом деле по цинку у нас дефициты стопроцентные, и тут еще важна, почему вот так я люблю этот продукт, важна очень форма, в которой поступают микроэлементы и макроэлементы поступают в организм, потому что не каждая форма, скажем, вот эти аптечные, там, сульфаты, сульфиты, гидрохлориды и так далее, это форма, которую организм просто не воспринимает, то есть она транзитом проходит и очень проблематично усваивается там или что-то, ну и дозировка цинка, соответственно, то есть у нас по цинку у населения стопроцентный дефицит, стопроцентный, но цинк относится также к наиболее токсичным металлам, то есть его невозможно там все время дать человеку будет перенасыщаемость и воздействие тоже не очень хорошее. А в данном, в данной форме, то есть в данной дозировке повреждения никакого не произойдет, поэтому мы совершенно спокойно можем употреблять этот продукт и он является хорошей профилактикой. Что по цинку самое важное скажу, что это наша иммунная система без цинка не работает, то есть он участвует в работе иммунной системе, он блокирует вот эти размножения вируса, он просто не дает ему размножаться, когда вирус попадает в клетку, блокирует вот это размножение, да, и еще у него очень есть важное свойство, цинк участвует в построении молекулы гемоглобина, и очень часто бывает такое, что люди там сдают анализ крови, вроде бы гемоглобин достаточный, а у человека анемия по всем признакам, там и выпадение волос, и кожа там сухая, еще там чего, это значит, что у него дефицит цинка, если у него гемоглобин нормальный, анемия есть, вот без этого и мы никуда, то есть, соответственно, у нас есть неполноценный вот этот гемоглобин, то у нас каждая клетка организма, она не получит достаточного количества кислорода, вот так пострадает наш организм, но я уж о мужчинах наших дорогих тоже вспомню, то есть мужчин здоровье напрямую зависит от цинка, здоровье предстательное железы, это очень важно, даже есть случаи действительно зафиксированные, когда с раком предстательной железы компенсировали цинк и человек выздоравливал, то есть вот такой важный микроэлемент, ну, у нас нет еще надо же учесть, что с каждым семи извержениям мужчина теряет много селена, много цинка, много цинка, и получается, что и сердечко от этого может страдать, и кожа может страдать, и получается еще, что сам даже спермогенез, почему сейчас такое большое количество мужчин имеет маленькую подвижность терматозоидов, опять же, дефицитное явление раз, питательных веществ, изобилие токсинов, два, и плюс ухудшенный кровоток, застой венозной крови, сидят много мужчины, а что дает активайз, активайз даст движение, как крови, так и телу, что даст этот же ресторейт, он даст очистку, он даст строительный материал, человек спит, а его тело ремонтируется, представляете, это же мечтать об этом можно было только, ты спишь, организм выстраивает все заново, и это заложено в нас природой, Господом Богом было заложено это в наш ДНК, что мы можем себя ремонтировать, но клетка кричит каждую ночь, дайте чем, и вот ученые понимают, сделали вот такое чудо, я просто сейчас вам покажу, как это все делается просто, вам не надо идти в карьер добывать минералы, вам не надо их перетирать, вы просто, почему маленькое количество водички, чтобы перевести карбонатную форму в цитратную, Елена Валерьевна как раз обратила внимание, смотря в какой форме, ведь на iHerb, в других компаниях есть очень много цинка, но когда это какие-то таблетки, это часто может быть не та форма, низкий процент усвоения, опять же, вместо пользующих можно получить вред, но когда мы получаем именно цитратную форму, шипит, видите, как шипит, через минутку осядет, я добавлю водички, можно по поводу цитратной формы немножечко еще дополнить. Да, дело в том, что у нас вообще микроэлементы и витамины, они усваиваются в хилатных формах, хилатных формах, то есть это в соединении с аминокислотами, и тогда имеет возможность вот этот микроэлемент, он усваивается организмом на 100%, и он оказывает свое действие. Ну, скажем, есть разные там соединения, но для цинка вот как раз наиболее предпочтительно цитратная форма, для кальция очень хорошо цитратная форма, и они будут как раз таки заходить в клетку, и мы будем уверены, что именно вот это количество микрограмм, которое написано на баночке, мы получили, мы получили за сутки, у нас уже вот такая вот работа, плюс еще тоже, ну, как такое успокаивающее немножечко, да, как это, не в плане там нервной системы, не в плане нервной системы, а как противовоспалительная, то есть, ну, наша кожа будет красиво выглядеть, залатываться там будут все наши воспалительные процессы, если где-то повреждения какие-то есть, то есть, будет такой как рано заживляющий эффект, вот это дает цитратная форма, вот. Я покажу, вот уже перешипел, я уже по чуть-чуть начинаю добавлять водичку, и вот на один пакете кристалрейта уж будьте добры, не пожалейте водички, минимум 250, а то и 300 миллилитров должно быть водички, когда его нужно принимать, вы можете его принимать перед сном, он, например, почему я пью в конце эфира, мы уже завершаем, потому что 10-15 минут, и я захочу спать, вам точно не нужна спящая красавица в эфире, во-вторых, если вдруг вы хотите сбросить вес, если вы хотите, ну, если у человека есть ожирение, то ресторан хорошо очень работает с метаболическими процессами, он позволяет, потому что есть токсины разные, есть водорастворимые токсины, есть жирорастворимые токсины, и вот ресторейт позволяет жирорастворимые даже токсинчики расщеплять и выводить в виде водички, и вы можете наблюдать, что первое время организм, когда будет убирать там целлюлит, висцеральный жир, это тоже считается накопление токсинов, вы можете наблюдать, что вы будете в туалет бегать чаще, чтобы вы не пугались, потому что 100 грамм жира это 120 миллилитров воды в виде выведения, поэтому может быть повысится ночной диорез, если сильно часто ночью встаете, но попейте этот ресторейт не в 10 вечера, а в 6 вечера вы до сна еще успеете вывести много всего, а так по поводу ресторейтика его можно совмещать еще вместе с цельшуцем, о котором мы сегодня не успели так, ну только вскользь, вот такая шикарная помощь иммунитету, это тоже лайт детокс, и что мы увидели, что многих людей на вот этом соединении цельшуц и активайс люди перестают пить алкоголь, потому что клеточка защищена, витамины группы В дали стрессоустойчивость и уже антидепрессант алкоголь не нужен, люди перестают курить, у людей исчезает патологический вот этот шапоголизм, потому что есть физиологический, когда по потребности, а есть патологический, когда у человека нет радости в жизни, и он хоть чем-нибудь назабит себе сумку, кошелку или там шкаф, и вот у людей исчезает на этих продуктах очень много таких вредных привычек, что радует меня лично, как реабилитолога, как диетолога, чем больше здоровых людей, тем легче в этом обществе жить, а если кто-то сейчас из докторов слушает и думает, о боже, такой хороший продукт, если он у нас будет в изобилии, то мне некого будет лечить, я вам хочу сказать, ургентную медицину никто не отменял, всегда что-то происходит, плюс такое количество людей, которые не хотят еще о себе заботиться, не умеют, работы хватит, наоборот, сейчас, если это хороший, полноценный специалист, если это действительно грамотный доктор, то ему же спать просто некогда, жить некогда, и именно таким врачам сам Бог велел помогать людям заниматься профилактикой, поэтому делайте репост этого эфира, пускай ваше окружение знают о том, что есть такие блага, обязательно напишите, если у вас какие-то появились вопросы тем, кто вас пригласил, я просто хочу поблагодарить Елену Валерьевну за время, за знание, за мудрость, за вашу энергетику, вас только слушаешь и уже выздоравливаешь, вот, и за ваше доверие этому продукту, потому что я знаю, что вы тоже вначале в нем сомневались, было такое? Было, 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 дело в том, что, конечно же, как к врачу приходит очень много людей, которые заносят различные продукты, каждый хвалит, и каждый говорит, что вот, у меня там самые лучшие, и так далее, и конечно же, доля сомнений у меня у меня у меня честно говоря, первые пару дней, наверное, я когда разводила, думаю, боже, что я делаю? Думаю, развожу юпи за такие деньги. Но потом, к концу первой недели, когда я почувствовала себя действительно лучше физически, я поняла, что у меня гораздо больше энергии, что я могу делать то, что я хочу, вернее, то, что мне надо, я успеваю больше в течение дня, и мне понравилось мое отражение в зеркале, что немаловажно, скажем, для любой женщины, да и для мужчин тоже, когда ты встаешь и себе нравишься, я считаю, это уже прекрасный залог хорошего настроения и успеха, вот, то, конечно же, мне захотелось продолжить знакомство с этими продуктами, я их очень оценила, и надо сказать, что они меня во многих ситуациях очень выручают, вот, я считаю, что это полноценное качественное питание, которое, ну, уже сегодня, к сожалению, не выжить, не выжить нам, потому что те овощи, фрукты, которые мы едим, они, к сожалению, содержат очень мало, всего 5-6% от необходимого количества нам веществ, витаминов, микроэлементов, а еще, помимо вот этих микроэлементов, существует целый ряд необходимых нам биофлавоноиды, тамастоксантин и так далее, и так далее, тоже тоже они нам крайне нужны и крайне важны для того, чтобы полноценно работал наш организм, а вот представьте, да, себе, когда у нас что такое витамины, там, и микроэлементы, это коферменты к нашим биохимическим реакциям, и как, если не запустится, если она неполноценная, и что, что мы можем, как мы можем жить, и о каком здоровье мы можем говорить, если у нас этого нет, поэтому на сегодняшний день реалии таковы, что мы должны принимать добавки, и, конечно же, добавки качественные, не те, которые нам будут вредить или дополнительную нагрузку какую-то делать, то есть мы должны вот такие вот качественные, хорошие, и, конечно, каждый день с благодарностью я создатель этого продукта, и, конечно же, вас, Марина, за то, что мы в Украине имеем счастье пользоваться таким продуктом, ну, и, конечно же, я благодарю свою команду, прежде всего, Владимира Мясенко за поддержку и девочек, Елену Маркевич, Елену Брадиштян, Елену Пестренко, они, конечно, молодцы, и такая вот, знаете, какая-то семейная атмосфера в команде, которая позволяет вот так вот хорошо еще продвигаться по линии маркетинга, там, скажем, да, вот, но и качество продукта, это, конечно, первостепенное, для меня это первостепенно, что может быть. Да, я очень признательна вам и из-за вашей благодарности, знаете, когда мне звонят люди, там, вот сегодня был день рождения у доченьки, да, ну, еще есть, и люди пишут, звонят, столько людей, посылают сердец, благодарности за то, что я появилась в их жизни, и я вот думаю, боже, ну, я же всего-навсего, наш, ну, как бы ищу, да, ищу полезное, ну, конечно, за что могу себя похвалить, я не молчу об этом, потому что есть люди, которые идут под подушкой, боятся что-то сказать, боже, упаси, чтобы кто-то не подумал, что я что-то там продвигаю, я честно признаюсь, я продвигаю данный продукт, и у компании есть возможность сотрудничества, но этот стиль сотрудничества вот у человека через продукт с другим человеком, мы же сеем хорошее, вы знаете, как в японской медицине, там врач получает деньги за то, что его пациенты здоровы, потому что, когда пациент болеет, врач лечит уже за свои деньги, и он заинтересован, он заинтересован, покушайте витамины, покушайте антиоксиданты, вы что не сделали вовремя там профилактический осмотр, потому что врач понимает, что ему выгодно, что пациенты были здоровы, у нас же наша медицина, она, знаете, вашей горести, нашей радости, поэтому, как у меня одна доктор, тоже хороший друг, она шутит, попробуйте доказать бесплатному доктору, что вы больны, а платному доктору, что вы здоровы, и вот я, когда общаюсь с нашими докторами, я им говорю, что уважаемые эксперты, от ваших знаний, от вашего мнения зависит здоровье людей, вам доверяют, разберитесь, и я тоже встречала много негативных мнений по поводу биодобавок, и когда мне кто-то говорит, вот мне врач запретил, я спрашиваю, а сколько минут, часов или дней, ну недель, твой доктор уделил изучению этого продукта, вот я изучаю полтора года, я до сих пор еще многие вещи только узнаю, как этот IB5, сейчас у меня просто шквал отзывов по поводу IB5, вот наша новиночка, профилактика вирусных заболеваний, и мне сегодня друг отзвонился, говорит, если надо дать отзыв, я готов, у меня между пальчиками микоз, грибок ушел, за два всего брызга, я говорю, ты сделал фото, вот слушай, не додумался, и вот я обращаюсь сейчас ко всем людям, кто хочет в этом мире сделать много хорошего, вы можете присоединиться просто к партнерскому числу, вот сейчас 4 миллиона людей, партнеры PM International, через 10 лет это может быть уже там 300 миллионов, потому что люди видят, как работает этот продукт, они видят, насколько это хорошо, и у компании столько наград, она так быстро растет, что я не видела ничего подобного, а если говорить о медицине, то с этим продуктом и пациент здоров, и доктор богат, идеальная просто, идеальная возможность, у доктора есть время и деньги, за что учиться дальше, развиваться, не зависеть от того, кто сколько даст денег, не зависеть от того, то есть я сейчас говорю о наболевшем, но многие люди могут в этот момент сидеть и кивать головой, потому что мы в нашем мире соприкоснулись с тем, что сейчас нечем лечиться, много подделок, и часто не у кого лечиться, потому что очень много среди медиков тоже людей, которые сами больны, которые себе не смогли помочь, своим детям, внукам, ко мне тоже приезжали таких, много очень, да и я сама со своим красным дипломом в доме, эта аптечка была размером с холодильник, и еще с чем мы соприкоснулись, некогда лечиться, людям надо работать, 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 зарабатывать, то газ подорожал, то дети пошли учиться, и они просто машут на себя рукой, и потом соприкасаются с тем, что уже в 40 лет просто не за что хвататься, все уже рассыпается, ну и плюс еще не за что лечиться, потому что чем выше качество лечения, тем дороже оно стоит, а у многих людей не хватает денег даже на профилактику, о чем уже говорить, тогда уже дети вынуждены квартиры продавать, машины продавать, ехать где-то за рубеж на заработок, семью оставлять, спасая маму или папу, вот такая у нас сейчас реальность, поэтому, друзья, извините за такой мой монолог завершающий, но я очень хочу, чтобы вы научились один-два доллара в день, ну три может быть, если сильно уж там надо, масштабно, научились выделять на профилактику, потому что если не будет профилактики, то приходится по 10 долларов в день откладывать потом на ремонт, на очень дорогостоящие лечения, а потом сборы разные, там кто в фейсбуке, то еще что-то, зачем оно вам нужно, давайте будем заботиться о себе вовремя, и вот сегодня была у нас очистка тема, которая перешла уже в нравочитание, поучение, но это тоже, знаете, почистить мозг от разных мыслей и направить свой вектор действий тоже будет очень полезно, и запомните, здоровый человек, он живет дольше, пенсии отобьете, зарабатывает больше, потому что высыпаться будете на 2-3 часа быстрее, у вас будет дополнительных несколько часов в суток, в сутках еще, ну и конечно же, любит крепче, и творит легче, общество здоровых людей, это созидающее общество, такие люди не будут выбрасывать пластик, после них не будет очень много капельниц, шприцов, одноразовых памперсов этих, и пеленок, ну и кто там волновался по поводу компании, ложечка здесь вот в активайсе из крахмала, а бутылочки, которые идут в стартовых наборах, это для того, чтобы не было вагона у вас, бутылок с водой, чтобы вы могли наливать дома и целый день ходить с этой водичкой, и ложечка, вот это все быстро разлагающийся пластик, который не вредит окружающей среде, вот такой вот маленький еще финальный спич. Ну что, завершаем, или вы хотите еще что-то сказать? Я думаю, завершаем, так как мы говорим о детоксикации, то нужно сон, не менее важно, да вовремя ложиться спать, поэтому я думаю, что мы поблагодарим наших слушателей, которые посвятили сегодня, я думаю, важной теме, и возможно люди поняли, что не надо участвовать в многочисленных марафонах, пить всякие соки и так далее, чистую фруктозу, а делать все это правильно. И отпустим вовремя лечь спать. Низкий поклон вам за ваше знание и за вашу готовность быть полезным людям. Спасибо большое. И спасибо всем, кто делал репост, кто писал отзывы. Я видела, что вы там написали, что даже через 20 дней на активайсе бросили курить, а у кого-то там почистили склеры глаз, Ксения видела, писала. И мы все эти отзывы обязательно почитаем. Мы сделаем некоторые скриншоты, в наш чат отзывов добавим, потому что кто-то посмотрел, кто-то не посмотрел. Но то, что рано или поздно всем, кто имеет благодать, разрешение быть здоровым, люди придут к этому продукту, потому что это уже произошло в Норвегии, это номер один компания, в Германии, в Австрии, в Италии уже номер один, в Швеции, Швейцарии, то есть в тех странах, где фитлайн зародился чуть-чуть раньше. У нас он всего годик. Через 3-5 лет у нас будут уже в каждом доме, наверное, активайс или может омега наша чудесная жирорастворимая, водорастворимая, то есть или Q10 в каждой сумочке для того, чтобы, ну как безопасная скорая помощь, аптечка. Но сейчас я хотела бы вам сказать, что это не панацея. Следите за тем, что вы говорите, о чем вы думаете, что едите, что пьете, чем дышите, с кем общаетесь, где и как спите. То есть важно подойти комплексно. И тогда будет, знаете, не жизнь, а просто малина, просто сплошное удовольствие, польза себе и людям. Будьте здоровы! Спасибо. 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 Спасибо.